Привет, ребята! С вами Лилия Донскова. Сейчас нашла прикольную фишку, как можно в ВКонтакте отправлять голосовые сообщения. Сейчас прям посмотрите, как я делаю. Это моя страничка, она оформлена как брендовая, то есть здесь есть и фотки, и о работе. Открываю друзья. У меня друзей уже достаточно много, 140 человек, конечно, здесь и коллег много. И прям всех подряд иду, прохожу. Вот, например, Анастасия Барабанова. Сначала просматриваю, чтобы этот человек не был тоже консультантом или в каком-то бизнесе. Да, нормальный человек абсолютно. Ставлю лайк обязательно, если раньше не ставила. То есть, да, напоминаю. Ой, 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 тут ставила. Далее нажимаю написать сообщение. Выбираю перейти к диалогу с Анастасией. Проверяю, раньше мы еще не переписывались. И теперь нажимаю на микрофончик. Смотрите, появилось здесь голосовые сообщения ВКонтакте. Нажимаю и говорю. Выбираю здесь разрешить доступ. Добрый день, Анастасия. Меня зовут Лилия. Я директор интернет-проекта «Карьера онлайн». Вы у меня в друзьях. Я решила вам оставить коротенькое сообщение. Возможно, вас интересует основной или дополнительный доход. Если интересно, напишите мне. Я вам расскажу поподробнее суть моего предложения и отвечу на все ваши вопросы. До связи. Жду ответа. Всего доброго. Нажимаю вот эту кнопочку и сообщение отправляется. Что услышит у нас Анастасия? Добрый день, Анастасия. Меня зовут Лилия. Я директор интернет-проекта. То есть она услышит все, что я ей сейчас наговорила. Супер. То есть всего, да, там, прям буквально несколько секунд. Нажимаю опять «Друзья». Открываю. Можно, кстати, быстро открыть сразу. Так, правой кнопкой мышки всех подряд. Так, открываете, чтобы потом не возвращаться. Просматриваете фотки, что человек там был, ходит, да, заходит на страничку. Еще есть детки. Так, фотки я уже лайкала. Нажимаем «Написать сообщение», перейти к диалогу. Нажимаем микрофончик. Добрый день, Мария. Меня зовут Лилия. Я директор онлайн-проекта. Работаю в интернете. И хотела вас спросить, вас интересует основной или дополнительный доход через интернет? Если интересно, вы мне напишите. Я вам вот таким же образом поподробнее расскажу, в чем суть работы. Отвечу на ваши вопросы. Если вам все понравится, будем сотрудничать. До связи. Жду от вас ответа. Пока-пока. Буквально несколько секунд до сообщения отправлено. Ой, так, закрываем. Следующее. Проверяем человека. Занимается макияжем бровей. Можно лайкнуть. Тут можно лайкнуть тоже, если не лайкали. Лайкали. Нажимаем «Написать сообщение», перейти к диалогу. Микрофончик. И поехали. Добрый день, Анна. Меня зовут Лилия. Вы у меня в друзьях, и я решила вас спросить. Я занимаюсь бизнесом в интернете. У меня интернет-проект. Вам интересен доход от интернета? Если да, напишите. Я вам расскажу подробности. Отвечу на ваши вопросы. Если заинтересует, будем вместе работать. Жду ответа. Всего доброго. Пока-пока. Лучше читать. Я от текста отклонилась. Лучше простые 2-3 предложения сказать и отправить сообщение. Закрываем. Проверяем следующего человека. Ставим лайк. Написать сообщение. Перейти к диалогу. Добрый день, Наталья. Меня зовут Лилия. Я являюсь директором онлайн-проекта в интернете. Хотела вас спросить, интересует ли вас основной или дополнительный доход? Если да, напишите. Я вам расскажу подробности и отвечу на ваши вопросы. Жду ответа. Всего доброго. Пока-пока. Все, ребят, я думаю, что вы сможете всех своих друзей так быстренько оповестить. Я пока не знаю, какой выход, но мне кажется, голосовые сообщения людям интереснее слушать, уже услышать голос, интонацию, настрой. И они также вам напишут что-то. Я только начала этим методом работать. Пока вам статистику не скажу. Но я думаю, что будет результат в любом случае. Спасибо за внимание. Пока-пока.